Виктория, почтальон в селе Джигинка. Ездит на велосипеде, говорит удобно и быстро. До этого была дорога, до этого мы прокалывались, сейчас более-менее хорошо. Примерно так будут выглядеть две улицы, Виноградная и Солнечная. Их общая длина около полутора километров. Дорожники говорят, что муниципальный контракт предусматривает основательный подход. Подготовку основания, укладку щебнем слоем 15 сантиметров, ширину проезжей части 5 метров. Выравниваем земполотно, насыпаем основание, укатываем вибрационными тяжелыми катками с поливом. Исправляем неровности, завалы, которые также есть в смете, как исправление профиля. Ну, как говорится, пытаемся придать дороге достойный вид. Местные жители отмечают, что село разрастается, жителей больше, соответственно, растет транспортный поток. До этого были ямы, по пол колеса машина залазила. Дорога стала относительно ровной уже после того, как просто прошлись грейдером по целине. Павел Анатольевич говорит, что дорожные работы здесь проводятся впервые за 15 лет. Раньше, если что-то и делали, то за свой счет. Для нас это идеально будет то, что было. Ну, конечно, хотелось бы асфальт. Дорожные работы в Джигинке планируется завершить к понедельнику. Если не вмешается погода, в администрации города-курорта говорят, что в этом году особое внимание уделяется улицам в сельских населенных пунктах, в том числе Станицах Гостогаевская, Благовещенская, Виноградном, Сельском округе, других территориях. В общей сложности по итогам года уложить асфальт или отсыпать щебнем планируется более 10 километров полотна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова